Привет от Галины из Анжуйской долины. Сегодня у нас прохладный денек. Я по просьбе моих родственников и некоторых друзей хочу показать вам деревню, в которой мы живем. Так называется на Шамсю-Ле-Ён. Это Анжуйская долина, 25 километров от столицы нашего департамента Анжи. Вот мы выходим из моей калитки с хозяйственного двора и направляемся на улицу Рю-Дю-Солей-Ле-Вон. Улица восходящего солнца, потому что вот здесь у нас оно восходит. Это у нас первая крайняя улица. Это прямо напротив моего дома. Вот такой огромный дуб. Огромный, сколько мне мусора кидает. Вот смотрите, мы еще как... Наш дом находится как бы на дуге вот этой извилистой улицы. И ветер сюда все сносит. Замучившись все это чистить. У нас тут садовник нашей деревни, он это убирает. Мало того, что мы убираем, еще и он убирает, потому что это не наш мусор. Ну вот, идем по моей улице. Вот это все сплошная вот такая наша общественная клуба. Флаорбет. Деревья все интересные. Это не просто так. Деревья они все подобраны. Вот первый соседний домик от меня. Вот такое расстояние. Маленький домик. Меньше нашего. Вот второй домик. Здесь вот проход на следующую улицу. Второй домик. Свежепокрашенные ставни. Вот такие небольшие дома. Маленькая одноэтажная Франция. Одноэтажная. Это один этаж на фасад на улице. С обратной стороны это либо два, либо три, либо полтора, либо два с половиной этажа. Если учитывать мансанду. Вот такие небольшие домики. Наш домик по уместительнице побольше. Сколько мы прошли? Раз, два, три домика и сразу поворот сейчас будет. Сейчас будет поворот в нашу зону отдыха. К нашему красивому пруду. Добро пожаловать в зону отдыха. Вот такой зеленый газон. Это у нас для сбора мусора. А если свой мусор, своя мусорка полная, можно сюда вывести. Красивый газон. Садовники стригут. Идем. Вот за этим газоном открывается вот такой вид. Вес дремучий, темнота. Столик. Каменный столик со скамеечками для пикничка. Вот такая красоте. И давайте здесь спустимся. Вот это наш пруд. Здесь рыболовы рыбку ловят. Вода с наших участков по отводному каналу. На нашем участке отводной канал стекает в реку. А эта река вот сюда, в этот пруд. А из этого прудика вода собирается как бы в водохранилище, где у нас очистные сооружения. Где она фильтруется, чистится. Вот. И чистая вода, наверное, как-то используется. Смотрите, как красиво. Это зона отдыха наша сельская, деревенская. Вот я здесь много потосессий проводила своих вязаных изделий. Такой шикарный мостик деревянный. Здесь и рисы цветут болотные. Вот какой вид потрясающий. Жабы квакают, и лягушки, и воплакучие. Вот какая тишина. Сейчас у нас обеденное время. У нас 12 до 2 мертвый час. Нельзя ни шуметь, ни включать свои газонокосилки, ни какую-то другую шумную работу во дворе делать. Я специально выбрала это время, чтобы прийти сюда, когда никого нет. А то, когда я снимаю видео и говорю на русском языке, на меня все очень удивленно смотрят. Вот поднимаемся по лестничке. Вот какие камни. Вот какая у нас речка своя собственная. И это наша барбекюшная зона. Печь мангальная тоже есть для барбекю. У нас с другой стороны почему-то. Вот вид на плакучую иву. Поднимемся выше, чтобы я показала вид на наши дома. Обзор. Выключу пока. Ах нет, сейчас все в зелени утопает. И поэтому обзора домов не получится. Когда деревья не зеленые, то все наши дома видны. В том числе и наш собственный. Вот. Вот здесь площадка такая плоская, обложенная камнем. Ну уж не знаю для чего она. Раньше я знаю, что вот за этим забором козочки жили. Может когда-то в свое время и здесь козочки тоже жили. Это была их территория. Сейчас их перевели на новое место. Я сниму это место. Так, идем дальше. Вот пожалуйста. Вот так открываются наши маленькие дома, которые фасадом выходят на улицу. Таким маленьким и одноэтажным. Вот так они открываются на заднем плане. Как видите, отнюдь не маленький домик. Покажу его потом с фасада, когда я вернусь на улицу. Вот я вижу, куда козочек перевели. Меняют им местоположение. Вот это пешеходная тропа. 15 километров. Вот по этой дороге люди ходят пешком. Как видите, виноградник на заднем плане. Вот живут козочки. А это уже наша региональная дорога, которая между деревнями проходит. Так, ну вот мы возвращаемся на пруд. Вот какая за пруда. Вот сюда стекает вода. Но сейчас почему-то здесь как болото водостоячее. Перекрыто ток. Видимо, набирают воду в наш пруд. Да, вот здесь вода перекрыта. То есть пруд набирают, чтобы он был полнее. Здесь рыбка все-таки водится. Такой мостик каменный через него. Вот здесь уже стоячая вода. Лягушки и жабейки будут здесь жить с удовольствием. Вид с этой стороны. На наш красивый мостик. Еще одна еба плакучая. Так вот на этой скамеечке я часто фотографировалась в своих вязаных изделиях. Сейчас будем выходить с прудика на нашу улицу. Бузина цветет. Вот такой у меня кустарник есть на моей боковой клубе, которую я еще не показывала. Вот такие интересные ступеньки вверх. Камень, как у меня на огороде. Вот куда, видимо, надо камень выносить. Нет, нет, у меня самой пригодится. Вот такое все натуральное. Вот как камень под ногами. Так, еще одна лестничка. Ну и это наш туалет. Это наш деревенский туалет общественный. Отойду подальше. Покажу его во всей красе. Вот наш туалет деревенский. Так, покажу состояние. Сама не знаю, что там внутри. Так, это руки помыть, пожалуйста. Так. Писуар для мужчин. Ручки посушить, ручки помыть. Мыло. Вот так. Кто-то бросил бумажку. Думаю, второй раз в день прибирают. Вот такие красивые деревья. И сейчас покажу нашу водонасосную станцию. Вот, пожалуйста. Это наше очистное сооружение нашей воды. Здесь насосы, фильтры. Такое серьезное водосбоище. Дождик начался. Вот табличка. Ах, блин. Дождик начался. Так что видео сегодня будет коротким. Сейчас я поверну налево. Вернусь на Юдису Лилева. На нашу улицу восходящего солнца. И пойдем к нашему дому. Это все рядом. Кстати, про туалет. Вижу, что еще одна кабинка для тоже мужчины и женщины. И плюс инвалидная коляска. И тяп-ляп. Здесь наши приятели живут. Не сказать, чтобы прямо друзья, но мы с ними общаемся. Вот это самый большой дом на нашей улице. Он в таком модерновом плане. Планировка у него более современная. Он построен недавно. Наш дом. Лично наш. Собственный. Самый первый был построен на этой улице. Потом уже нарезались другие участки. Планировка. Поэтому он самый самый самый. Он тоже большой. Большой дом. Он такой довольно модерновой планировки. Симпатичный. А на этой стороне маленький домик а-ля Прованс. Вот это тот дом, который я показывала с пруда. И такой маленький. Менюшечка, правда? А вы видели, что в обратную сторону высокий большой дом. Собачка, привет! 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 Ошнем! 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 Яйка. Охранница. Вот домик приятный, светленький такой. Это дома, как их назвать? Многоквартирные. Многоквартирные. Тут несколько собственников. Земельных участков практически нет. Вот такой маленький клочочек. Вот здесь живут тоже наши знакомые. У нас дети вместе учились в одном классе. И они увлекаются цветоводством. Вот. У них очень много цветов. Вот. Папа этой девочки был председателем родительского комитета. Мы с ним очень часто общались по школьным делам. Потому как я работала преподавателем английского языка в этой школе. Красивый участок. Песочком все засыпано. Пионы цветут. Это тоже участки практически без садиков. Такой маленький полисадничек. Они дешевые эти дома. Вот. Это вход, по которому мы входили, шли к пруду. То есть возвращаемся обратно. Дождь идет. Ну вот. Дождь идет. Видеется фасад моего дома. Вот. 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 Вот такой у нас домик. Везде сбоку. Клечко. Балкончик. Вот. Такой камень у нас. Видите. Обрамление. Участка вот таким красивым камнем. Клечко. Здесь вот очень красивый парень. Вот тоже. Это муж выпилил нашу изгородь из хвойника, потому как она погибла. И вот в этом месте тоже. Я сюда самшиты подсадила. Будем ждать развития. Такая у меня калиточка красивая. Вот. Такой вид на домик. У нас один в деревне такой. Не смотрите, что одной старни нет, потому что на покраску ее сняла. Домик я люблю свой. Вот. У меня у одной веранда стеклянная большая. Вот. Сейчас я покажу вам боковую колумбу, которую я сама не вижу, потому как мы мимо вообще не ходим. Она сейчас заросла сорняком и даже деревьями сорнями. Я сегодня с утра чуть-чуть подергала, но вы знаете, сколько уходит на это время и сил, что за два дня не передергая. Вот какая у нас красивая высокая стена из камня. Это высота стены этой. Сейчас скажу. Так. Ну вот мне по грудь. Тут моя грудь. Вот такой у меня красивый здесь кустарник. Вот там в сорном дереве розочка запрятывалась. Вот обрамление колумбы вот таким рваным камнем. Это сорное деревье. Дерево. Он уже отцветает, осыпался. Тоже сорняковое дерево. Тоже сорняковое дерево пилить надо. Кустик красивый. Тоже сорняковое. Это моя работа утренняя. Вот еще сколько доделать надо. Хочу показать здесь красивый камень. Ну он какой красавчик. Вот его бы перетянуть ко мне на участок. Фу, тут никто кроме соседей его не видит. Вот. И здесь у меня четыре сорта роз. Вот тут вот по моему два сорта. Вот третий. И там красный четвертый. Вот такой очень интересный камень. Что он тут лежит? Жаль, что мы не перенесли их. Когда сын был здесь в отпуске, они бы с мужем вдвоем перенесли. И одному ему конечно не по силам. Вот закончила работу с этим сорняком. И потом уже начну вот здесь работать. Вот. Посмотрим, что я здесь смогу делать. Это вид на мою веранду. Вот это вид на наш участок. Это вот все наша территория. Тоже она входит в наш земельный участок. Вот от этого столбика, перед которым машина соседская стоит. Вот от этого столбика и до угла моей красивой стены. То есть приличное такое место. Вот сюда очень удобно бы встали мои инжиры. Потому что здесь солнце с самого утра. Вот отсюда оно здесь восходит. И вот здесь оно заходит. То есть весь день солнца. Вот здесь у нас временное такое. Временное переграждение. Я через него легко перешагиваю. Это чтобы соседские собаки не лазили. Вот перешагнула. Иду через участок под дождем небольшим. Так. Хочу рассказать, почему у нас кругом вот такие вот заграждения. Клетушка на клетушке. Это потому что у нас бывший владелец держал королов, курочек и, может быть, утей. Может быть, утятого здесь купались и водичку пили. Вот там на заднем плане корочатник и курятник. На который у нас не доходят руки разобрать его. В этом году мы осенью разберем. И затем уже будем покупать готовый красивый такой домик для курочек. С двориком, с навесом, чтобы никто не лазил к ним. И тогда у нас будут декоративные курочки жить. То есть не ради мяса, а просто для декораций. Ну, может быть, яйца будут нести. Вот, ну, беда, у меня одна гербера сдохла. Такие красивые герберы были. Вот что-то одна сдохла. Ну, и тогда уже напоследок покажу свою красавицу розу. Вот я ее из черенка вырастила. Мне подарили розу. И, в общем-то, я укоренила ее. Смотрите, пока она в бутонах, она вот такая у нас, видите, дождь трести. Светло-розовая, светло-желто-розовая, бело-желто-розовая. Потом белеет бутон с розовым отливом. И потом уже вот такой шикарный розовый цвет. То есть цвет играет. Название, конечно же, у меня записано. Просто память у меня уже, извините, не девичья. Возраст у меня уже приличный, поэтому не помню. Вот когда-то все это помнила, ночью разбуди, название скажу. Так это рядом европеано-роза. И здесь же у меня за ними вот, пожалуйста, пасифлора. Душит она мои розы. Я ей разрешаю расти на эту сторону, на внутренний двор. А если вижу, что лезет в розарий, то вот так выдергиваю безжалостно. Ну, еще одна моя розочка, которая интересная. Играет цветом, пожалуйста. Это вот такой окрас. И на этом же корне вот такой. Хамелеон розочка. И вот такой. Так, ну еще покажу сюрприз этого года. У меня зацвел лотос. Я его купила в прошлом году очень маленьким росточком. Буквально только наклюнувшимся. Вот, говорят, на 3-4 год зацветает. А у меня вот в этом корыте, в маленьком корыте, он уже набрал бутон. Вот, пожалуйста. Вот, теперь хочу розовую и желтую. Так как мы вот здесь планируем пройдик свой небольшой. То есть купить готовую емкость и ее вкопать. И вот уже планируем 2 года. Поэтому вот здесь все это так вот и валяется строительный мусор. Скоро моя скамейка уже рассыпется. Вот, скамеечка была такая красивая, с литым металлической спинкой. Смотрите, какая красивая. Разваливается. За ней сорняк златковый цветет. Но златковый сорняк это неплохо. Пусть он мне сюда побросает семян. Пусть эти семена вытесняют сорнячок. Ну и инжирчик, конечно же. Куда же без него инжирчик. Так, ну вот такое получилось видео. Вместо прогулки по деревне, получилась опять прогулка по моему пальцаднику, по моему участку. Так, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, заглядывайте. Я продолжу прогулку по нашей деревне.